МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Меня зовут Хосе Алиев. Я ведущий рубрики психологии и медицины канала «Право ТБ». Я сегодня вам расскажу, до того, как я вам покажу все приемы и упражнения синхрогимнастики и идеорефлекторные приемы метода «Ключ», которые позволяют нам избавляться от стрессов и включать наш могучий, важнейший творческий ресурс для решения любых задач и проблем. Прежде всего, я расскажу вам о двух случаях. Это очень важно к настройке, к следующим встречам. Я никогда не учился рисовать. У меня нет этих навыков профессиональных. Ну, я иногда, как все дети, рисовал там, но у меня ничего особо не получалось. И мне казалось, что вот это высокое искусство, живопись, например, или музыка, например, они там, а я здесь. Ну, кто я такой, чтобы этим заниматься? У меня и слуха нет. Поэтому меня же с четвертого класса в музыкальной школе по скрипке из-за этого и выгнали. Но это очень интересно, потому что в каждом из нас есть геном творца, в котором сконденсировано весь наш опыт предыдущих поколений, и дедушек, и бабушек, и все их таланты, и способности, они в нас. И когда мы будем потом применять приемы ключа, мы будем включать этот мощнейший ресурс, мощнейший потенциал для решения любых вопросов. Бытовых, каких-то специальных вопросов, творческих вопросов, или чисто таких по хозяйству, или для регулирования наших отношений, семейных, межличностных, самых разных, чтобы был мир на земле, сократились кризисы и войны, чтобы мы были все просветленные, чтобы когда мы говорили, думали, чтобы мы были добрыми, чтобы мы излучали этот свет. И вот, первый случай такой. Поскольку я никогда не учился рисовать, а у меня приятельница, в которую я был влюблен, она меня все время приглашала, пойдем, говорит, к Рахману в мастерскую, а был такой Шихалиев, выдающийся художник, лучший, один из лучших светняков Москвы. Да, мой друг. Пойдем к нему, посмотрим его картины. Я говорю, а почему к Рахману, почему к Рахману? Я и сам могу. Ты? Да ты кто, чтобы так рисовать? Короче говоря, однажды, однажды, я стоял у себя в центре саморегуляции человека, давным-давно, и делал вот этот самый ключевой стресс-тест. Когда я воображал себе, что руки у меня расходятся, и в этот момент я стал мечтать о том, что я выдающийся художник. Я стал мечтать, что я выдающийся художник, что я рисую такие великолепные картины, прямо шедевры рождаются из-под моих пальцев, из-под моего мастихина или кисточки, как я легко размешиваю красками. Я делал этот ключевой стресс-тест, а мое внимание было настроено на эти мечтания. И вдруг в какой-то момент я почувствовал, что блок, который у меня всегда был, что они художники, а я кто, что этот блок вдруг в какой-то момент исчез. Я почувствовал вдруг такое ощущение уверенности, ну в таком смысле, ну хочешь рисуй, кто тебе мешает. Блок исчез, который оказывается тормозит каждого из нас, когда мы видим какие-то шедевры, нам кажется, что это не мы, это другое совсем, или слушаем какую-то гениальную музыку, или когда мы смотрим про каких-то гениев, как они решили какие-то математические задачи, мы думаем, это нам недоступно. Есть я, а вот этот есть другой мир. А на самом деле все внутри нас, потому что внутри нас есть чувство гармонии, потенциал Творца, и нам остается только снять шаблоны. Я не уверен, что каждый из вас станет выдающимся художником. А может быть, вы будете чемпионом мира по велосипеду. А может быть, лучше других будете клачь кирпичи, или поливать огород, сажать огурцы. Может вы будете... Ну, кто, кто-то вы будете, кем вы мечтаете быть, если вы будете применять ключевой стресс-тест, время от времени, мечтая о том, что вы хотите делать. И вы будете создавать прямо из каких-то неприятных событий, прямо из переживаний, из переживаний, делая вот этот приём, ключевой стресс-тест, выходить на состояние Творца. У вас будут открываться ваши потенциальные качества и способности, которые доселе, может быть, до поры, скрыты от вас, потому что вы этого ещё не пробовали. А вы попробуйте. И вот второй случай. Это очень знаменательно, это очень важно. Мне одна дама рассказывала, что она готова слететь в Америку. Многочасовой полёт. И она очень боится самолётов, очень боится самолётов. И она в аэропорту стояла и видела, как два иудея читали Тору. Ну да, когда они читают Тору, они слегка раскачиваются туда-сюда головой. Такой маятник образуется. И она насмотрелась, насмотрелась, и сама в аэропорту вошла. И потом она мне говорит, я летела эти много часов и сама не заметила. А была, говорит, в таком приятном состоянии, в райском состоянии. Так вот, первое, ключевой стресс-тест, а второе, повторяемые движения, которые вам нравится делать в момент, когда вы чем-то заняты, чтением, может быть, вы иногда ногой качаете, пальцами стучите, голову чешите. Эти повторяемые движения нам помогают снимать лишнее напряжение. А после них вы потом чувствуете. В той ситуации, в которой вы готовились, переживали, например, перед экзаменом, перед важной встречей, перед устройством на работу, перед написанием новой статьи, перед подъёмом штанги, если вы нервничали, то вы, если делаете повторяемые движения, переживая об этом, то они снимают лишнее напряжение и выводят вашу энергию, ваш творческий потенциал на решение этих вопросов. До встречи, друзья. С вами был Хосе Олив, ведущий рубрики «Медицина и психология» телеканала «Право ТВ». До встречи. Я вам покажу в следующий раз упражнение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин